Приграничные регионы Казахстана и России развивают культурно-гуманитарное сотрудничество. Активно взаимодействует с Казахстаном Астраханская область. На Астраханской земле проживает самая многочисленная казахская диаспора. О том, как в регионе сохраняют казахскую культуру и изучают родной язык в сюжете нашего корреспондента. Город на Волге Астрахань – это старейший культурный и экономический центр Нижнего Поволжья и Прикаспия. Именно здесь проживает самая большая региональная диаспора казахов в России. Это почти 17% населения области или порядка 150 тысяч человек. Здесь стараются укреплять взаимопонимание между представителями десятков национальностей, веками проживающих бок о бок на одной земле. В ходе визита посла Казахстана в Россию Ермека Кушарбаева в Астраханскую область делегация посетила мавзолей Хурмангазы. Культурный комплекс имени легендарного домбриста и композитора Курмангазы здесь был открыт 15 лет назад, рядом с его мавзолеем. И если мавзолей стал местом паломничества, неким духовным символом, то этот центр стал символом дружбы народов Казахстана и России. Могила музыканта находится в селе Алтынжар, где 80% населения – казахи. Поэтому здесь особое внимание уделяют сохранению родной истории, культуры и языка. Есть у нас и казахские школы, и у нас есть на уровне колледжа, где тоже также у нас выпускаются учителя, которые могут обучать казахскому языку. Есть у нас университет, Астраханский государственный университет, где в качестве дополнительного образования вы тоже можете выбрать этот казахский язык изучения. В астраханских вузах сейчас обучаются 1800 казахстанских студентов. Однако из-за пандемии 80% из них не смогли вернуться на учебу в Россию и сейчас обучаются дистанционно. У нас достаточно хорошие перспективы для сотрудничества с Казахстаном. И мы с университетами сотрудничаем, и занимаемся программами мобильности, обмена студенческих. Конечно же, наложили определенные сложности в пандемии, и нам пришлось значительную часть студентов из Казахстана отправлять домой. Но сегодня мы максимально организовываем возможность для того, чтобы образовательный процесс в полной мере реализовывался. Казахстанская делегация посетила также Астраханский колледж культуры и искусств. Здесь готовят домбристов, а существующий при учебном заведении ансамбль «Шалкма», отметивший уже десятилетний юбилей, является призером международных конкурсов. Музыкальному коллективу казахстанская делегация передала в дар новые инструменты, а двум школам с классами казахского языка – компьютерную технику для онлайн-обучения. Дана Нуржан, Дмитрий Настиченко, Россия, Хабар, 24.